Дистанционное обучение будет осуществляться посредством телевидения и интернет-платформы. В настоящее время уже начались съемки видеоуроков, в которых принимают участие казахстанские педагоги. Вместе с тем педагоги музыкальных школ ищут и находят решения своими силами. Уроки вокала онлайн. Каково это, расскажет Ринат Абдулкоюмов. Наталья Протская – педагог первой категории. В музыкальной школе она работает уже на протяжении 11 лет. Она рассказала нам о своих впечатлениях от перехода на дистанционное обучение. Это уже было от отдела образования. Нам было такое поручение, что процесс нельзя останавливать, потому что уже скоро экзамены. У нас четвертая четверть уже скоро. Выпускники должны сдавать госэкзамены. Поэтому никак нельзя прерывать работу. И еженедельно нужно по два дня в неделю заниматься вокалом. У Натальи Протской 18 учеников. И чтобы юные певцы не потеряли навыки, с каждым нужно заниматься индивидуально. Дыхательная разминка, упражнения на артикуляцию, распевки – все это педагог делает онлайн. Через рот. Покусывание. Поначалу это показалось невозможным, но в ходе мы поняли, что возможно снимать все это на видео. Возможно, даже если у кого-то сначала возникли трудности с интернетом, да, где-то родители у детей были на работе, поэтому у детей нет доступа прямого к интернету. Вечером записывали видео, отправляли мне, я давала какие-то рекомендации. А так в основном берем, включаем скайп, либо выход в WhatsApp, включаем видео и занимаемся. Даяне Шакановой 14 лет. Она занимается вокалом с 2016 года. Юная певица учится в выпускном классе музыкальной школы. Юная певица учится в выпускном классе музыкальной школы. Лично мне нравятся дистанционные уроки, так как ребенок может заниматься домом, при этом учитель может давать ему советы. Не все могу передать через интернет, но вживую было бы лучше. А так, на дистанционном обучении я занимаюсь вне уроков, в принципе, на выходных, к примеру, в свободное время. На дистанционном обучении появляется все больше времени, и можно уделять много внимания музыке. Конечно, дистанционное обучение в корне отличается от обычного, однако именно оно помогает всем совершенствоваться. Рената Булкаюмов, Долит Кашкирбаев, Ертас Ахпарат.